Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Молитва веры в сложных ситуациях. Я рассказывал, что Дух Святой часто говорит с нами в состоянии мира, умиротворенности. Но как достигнуть такого состояния? И, конечно, первое – это молитва. И именно молитва веры в сложных ситуациях всегда нам поможет. Состояние мира Божьего должно быть у нас всегда. И этого трудно достичь, но вполне реально сегодня в наше время. Но как? Друзья, просто нужно сразу помолиться и все отдать в руки Бога. Я сейчас все детально опишу. Это все описано в Слове Божьем. И даже примеры есть и в Ветхом Завете. Молитва веры в сложных ситуациях – это не чуждое для нас, а нормальное общение с Богом, Отцом, Небесным Отцом. Посмотрим, что на это говорит Библия. Что говорит Новый Завет? Павел пишет нам, чтобы мы всегда хранили свой разум, мысли от плохих вещей, хранили себя от плохих новостей, от сплетен, от всего, что происходит извне. И тем более не размышляли над этим. Размышление над плохими вещами в нас будет рождать страх, неверие, вполне может развиться и в панику. И все это происходит у нас в мыслях. Но давайте откроем послание апостола Павла в церкви в Филиппах, главу 4, стихи с 6 по 8. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Это послание Филиппийцам, 4 глава, 6 по 8 стих. Когда в нашу жизнь пришла плохая новость, сложная ситуация, и я больше скажу, даже любая новость или любая ситуация, сразу молитесь и отдавайте Богу. Павел говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. То есть, как только пришла любая ситуация, сложная или нет, новость плохая или нет, скажу больше, даже когда вам кто-то звонит, сначала помолитесь и отдайте этот разговор в руки Бога. Собеседник подождет. И тогда после молитвы сам Бог будет контролировать ситуацию. Друзья, после молитвы. Если мы не молимся, значит, мы говорим Богу, я сам все решу. И тут приходит тревога. Бог сказал, он есть альфа и омега, он начало и конец. Бог начало и конец в нашей жизни. Бог сказал, что он есть начало и конец. Откроем книгу Откровения, глава 21 стихи с 5 по 8. И сказал сидящий на престоле, «Се, творю все новое». И говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны. И сказал мне, совершилось. Я есть альфа и омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Книга Откровения, 21 глава, стихи с 5 по 8. Бог дал жизнь на земле, Бог сотворил все на земле. Бог дал спасение на земле человечеству, и придет время, будет собирать жатву. Неужели Он не сможет и нам помочь? Только помолись, скажи Ему свою ситуацию. Друзья, когда в нашу жизнь пришла сложная ситуация, не решайте разумом, а сразу. Отвернитесь и помолитесь. Если много народа, помолитесь в уме. Бог знает вашу ситуацию. И если есть возможность, помолитесь хоть шепотом. Бог все слышит. Отдайте, откройте свои желания, ситуации Богу. И, конечно, поблагодарите за то, что Он вас слышит, и теперь Он решает за вас. Что-то произошло? Сразу молитесь. Бог есть альфа, начало. И отдайте в руки Бога. И смотрите, что будет происходить. И ждите ответа от Бога. Верьте, что Бог вас услышал и взял ситуацию под свой контроль. И теперь Он решает, что будет происходить. И смотрите, принимайте ситуацию как от Бога. Бог есть омега, конец, то есть Его последнее слово. Пусть Бог будет первым, кто узнает о вашей проблеме. Все, что будет происходить, теперь под отчетом у Бога, под Его ответственностью. И вы всегда можете спросить, почему так произошло. Ситуация. Сразу молитва. И смотрите, что будет происходить. Это порядок действия. Царь Давид сложной ситуации. И в Ветхом Завете царь Давид всегда так поступал. Сначала спрашивал у Господа. Какая бы сложная ситуация ни происходила. Откроем книгу 1 царства, 30 глава, стихи с 1 по 9. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелак, а маликитяне напали с юга на Секелак и взяли Секелак и сожгли его огнем. А женщин и всех, бывшим в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, в вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинуама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Ибо скорбил душею весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, «Принеси мне Ефот», и принес Авиафар Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчища, и догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид сам, и шестьсот мужей, бывших с ним, и пришли к востоку в Оссор, и усталые остановились там. Это 1 Царств, 30 глава, с 1 по 9 стих. Давид не бросился сразу в догонку за Навалититянами, а сначала позвал священника и спросил у Бога, «У нас сегодня есть Бог, Дух Святой, на земле и с нами. Нам не нужно гадать на Ефоде, нам достаточно просто помолиться и спросить, открыть Богу свою ситуацию и желание. Давайте поступать, как Давид». Молитва верит в сложных ситуациях. Я сейчас приведу пример молитвы, которой вы можете помолиться в любой ситуации. Но если обстоятельства не дают так долго молиться, скажите просто, «Бог мой, Бог наш, у меня, расскажите Ему свою ситуацию коротко. Я не знаю, как поступить, и я все отдаю в твои руки. Аминь». И все, друзья, Бог знает вашу молитву еще до того, как вы ее произнесли. Бог знает ваше сердце и все переживания в этот момент. И Бог, конечно, очень ценит, что вы пришли к Нему, как к Богу и Отцу, и не подведет никогда. Пример молитвы. Вы сможете ее прочитать на главной странице блога. Она написана в текстовом формате. Звучит она так. «Иисус Христос, Господь мой, ко мне пришло предложение, расскажите свою ситуацию. Я не знаю, как поступить, но Ты мой Бог, мой Господь. Ты умер за меня на кресте, Ты взял мои немощи, проклятия, болезни. Ты моя святость и праведность. Ты умер за меня на кресте и воскрес на третий день, и меня воскресил вместе с собою, и теперь не я живу, а Ты во мне. И я даю эту и эту ситуацию в Твои руки. Аминь». Дары Духа Святого. Чтобы успешно найти, взращивать и применять дары Духа Святого, необходимо научиться слышать и слушать Духа Господнего. И очень часто он говорит через потерю мира. Но мир Божий, который превыше всякого ума, нужно хранить постоянно. И одна из атак этого мира – это различные ситуации в нашей жизни. И молитва веры в сложной ситуации к нам поможет хранить мир. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.